Ситуация SOS. Help. Помогите, пожалуйста. Приехал белый Solaris. Знаете, кто за рулем? Причем, обратите внимание на то, что Solaris приехал первее, чем М5 F90. Все, все, в такси? Нет. Интереснее. Жена в потоке вещи делается. Это просто дичь. На ней можно все. Вот честно? Можешь себе представить, когда ты не боишься просто прославиться боком к другой машине. Я очень люблю автомобили, но Solaris это единственная машина, за которую, мне кажется, никогда не сядут. Ну прям вот у меня внутренний какой-то барьер. Ну давай порадуем ваших подписчиков. Сейчас лайков полетим. Пойдем. Это просто люкс. Это топ. Слушай, а с рулем, да, с кожаным? Вообще. С этим. Лех, а? Как она едет? У меня вопрос теперь ко всем таксистам, которые ездят на этих машинах. Какого хера мы такие медленные, блин? А? Короче, такие едут, Лех, едут на Майбуке. Я перед ними запрыгнул, понял, он такой мне моргает. Типа, что за херня ты, мальчик, здесь на такой, типа, машине. Это что за неуважение? Ну он не знал, что там я сижу. Че ты хотел? Ну ты подъехал, так посмотрел с водителем, че-то не так? Ну чуть-чуть резко, но у тебя же места много с запасом, ну че-то. А тебе за меня охрана моргнула, че ты? Да такой прям, типа, блатуха, ты мне миллион должен. Я говорю, че ты там вякаешь? Не, ну вы так залетели. Они не поняли просто такой дерзости, и я поехал дальше. У меня один вопрос. Да. Ты нам специально посложнее, да, задачу решил сделать? Разница была в том, чтобы белую машину купить, а не черную? А, да? Я не подумал. Ты же понимаешь, что черную заклеить гораздо проще, чем белую? Ну, за счет просвета, как бы все осталось. Могу черную купить, чем пойти? Все, поменяем. Просто вы же не сказали. Так, ну, как-то это, типа, я вообще не задумывался об этом, пока сториз твои не увидел, что она белая. Ну вот, и я не задумывался. Не, ну понятно, что это все заклеится, просто заводить пленку дальше сложнее. Значит, я прошу максимально опера. Это самая дорогая машина, которую я вам ставлю на оперу. Я за нее буду переживать больше, чем закаленная. Так, окей, а что нам надо сделать? Все, полный люкс. Полный люкс, Вася, полный люкс. Помимо того, что ее обклеить, что мы можем, как мы можем, что мы можем сделать? Ну, я вот, я просто, я говорю, вот почему белая, почему не черная? Ну, она же стоит одинаково. Но черную заклеить, ну, гораздо проще, чтобы ничего не светилось. Ты открываешь дверь, у тебя там черный проем на черной пленке, этого не видно. Сейчас надо будет придумывать и решать, как это... Ну, надо будет обсудить, заморачиваемся мы с этим или нет, но... Друзья, знаете, если вы планируете покупать машину под оклейку, под какой-то интересный цвет, покупайте всегда черную машину. Это лучший вариант, который может быть с оклейкой, потому что черный проем, это всегда красиво. Что, карбон будем делать? Карбон! Эрик! Вы придумали! Карбон будем делать? Давай карбон сделаем. Здесь вообще просто карбон сделаем. Ручки, зеркала в карбон, салон в карбон сделаем. Давай! На руле, на руле вставку из карбона. Получается, можно вот это сделать из карбона, руль можно сделать из карбона, но ручку КПП с натяжкой дайте. Так, а еще вопрос. Ну, окей, ты не просишь основу хром, но при этом на металлизированной пленке или на обычной? На нормальной. Ну, нормально. Вот она! Вот она! Короче, троих клиентов, только клиентам Бруклендс, я готов покатать на этой малышке лично по городу, на все батлы. А, подожди, а условия какие? Быть клиентом Бруклендс, то есть надо не просто подписаться и еще что-то, это должен быть клиентом. Второе условие, он должен сделать что-то у вас, хоть зеркало поклеить. Ну, понятно. За тот промежуток времени, когда вы ее будете делать. Вы ее будете делать две недели? Вот за две недели все клиенты, которые участвуют, они участвуют в этой херне и я их готов покатать. Ну, я в сторис, собственно, покажу это и тогда, ну, будет окей. Да. Все. Главное успеть. Если... Так совпало, что когда Эрик пригнал Solaris, мы вот только-только запускали направление по пошиву салонов и нам было важно показать наши возможности. Отталкивались мы от дизайн-концепции изначальной, соответственно, салон было решено шить в черно-оранжевых цветах. Так, мы сейчас с вами находимся в Brooklyn's 2 и здесь мы запускаем новое направление, это перешив салонов. Я предлагаю сделать комбинированный салон кожи с алькантарой. Ваши идеи. Можем сделать оранжевую строчку, используем, естественно, натуральную кожу. Да, все это перфорация, как в Mercedes и BMW. А перфорация будет вот так идти, да? Да, все верно. Вот это будет перфорация, здесь у нас будет черная кожа такая же, как тут, да? Но только это эко-кожа. Но это эко-кожа, а у нас будет натуральная кожа. Так, а что касается идей по салону, как мы будем делать? В салон будем использовать кожу черного цвета плюс оранжевые вставки из алькантары, оранжевую строчку. Есть оранжевая алькантара. Ты знал? Не, ну да. Зачем? Чтобы ты черно-белым сделал. Я правильно понимаю, что мы не будем использовать оранжевую алькантару на полностью сиденье? Короче, там какая фишка, есть боковые подушки, есть центральная часть. Сейчас она из ткани сделана, соответственно, ее нужно сделать из алькантары. Но я думаю, что ее нужно делать из черной, потому что это очень сильно маркая история. Да, все верно, конечно. Буковые вставки из алькантары будут смотреться более эффектно на черном фоне. То есть мы просто сделаем мелкие вставки, да, контурные такие? Ну и вставки, конечно. На вагах, знаете, так делают серая алькантара. Мне кажется, такая фишка. На центре, соответственно, просто черная алькантара будет. С просветкой оранжевых точек, чтобы это смотрелось более... Перфорированная алькантара. С оранжевым внутри. Прикольно. Так, ну все. Все в ваших руках. Оранжевую алькантару отдаю. Для нас это 5 дней. Для вас, как обычно, пару минут. Поэтому смотрите дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Изначально мы хотели сделать руль максимально сложный, там, с перфорацией, с нулевой меткой, со всем. Но потом вспомнили, что уже вторую машину подряд мы Эрику пришиваем просто в алькантару с контрастной строчкой. На Семеновной, кстати, даже контрастной строчки не было. На X недавно сделали оранжевую. Мы решили дать ей некоторую преемственность и сделать руль просто из алькантары с контрастной оранжевой строчкой. А вот что касается кресел, мы решили подойти немножко по-другому. Так уж сложилось, что Solaris имеет достаточно простой салон, в котором сильно не разгуляешься. Мастерить туда какие-то ромбики, какие-то сверхъестественные вышивки не было никакого смысла, потому что это очень часто граничит с колхозом, и мы абсолютно не любители такого. Поэтому мы решили оставить максимально приближенную к заводу фактуру, но при этом использовать крутые качественные материалы. Сделать просто черную, как кожу, с черной алькантарой нам показалось достаточно странным и, по сути, стандартным решением. Поэтому мы решили добавить немного красок, используя оранжевую алькантару. Мы сделали контрастные вставки по боковинам из оранжевой алькантары. Но и этого нам показалось мало. Именно поэтому центральные вставки мы решили сделать из перфорированной алькантары с оранжевой алькантарой на подложке. Так, казалось бы, что мы делаем на нашей второй точке в Брукланд-Сити? Мы приехали за салоном от Соляриса. На самом деле это самая главная изюминка этого проекта, потому как то, как мы клеим пленку, особенно как мы клеим молнией, вы уже видели не один раз. А вот с новым салоном в новом Солярисе это интересно, поэтому погнали. На самом деле Эрик уже видел салон, точнее его часть, и вы могли видеть это в его историях. Я сейчас, короче, приехал в Брукланд. Если вы не в курсе, то Брукланд уже и салоны шьет. Я эту машину не отдам. Я сейчас пойду Солярис другой покупать. Я Солярис себя ставлю. Не, ну ты видел салон, но... А они знаете, что сделали? Так вот, я приоткрывал ему сидушку, для того, чтобы показать, что у нас по итогу получилось. Смотрите, для того, чтобы продемонстрировать все наши возможности, мы сделали все, что можно было в этом салоне. Но вот эта штука невероятно сочетается со звездным небом в Солярисе. А, да, друзья, в Солярисе есть звездное небо. Но делали его не мы, делали его ребята, с которыми Эрик договорился. Просто они его у нас забрали, установили и привезли обратно. Не знаю, почему не мы делали. Эрик решил, что от нас хватит салона с оклейкой. Ну что, грузим машину, везем на Пресне. Ну а итоговый салон, как это все сочетается, вместе с рулем из Элькантары, с оранжевой строчкой. Как обычно, по классике, для нас это еще пару дней. Установить, собрать, подключить, все отрегулировать. А для вас это пару минут. Поэтому погнали. Первое и самое яркое, что бросается в глаза, это оклейка. В случае с дизайном не было каких-то сверхъестественных сложностей, потому как дизайн макет Соляриса был изначально как ТЗ. Отдельный респект я бы хотел выразить Диме Рейсингхарту. Один из немногих дизайнеров автомобильной сферы работает не в плоскости, а в объеме. Можно просто накинуть дизайн на машину, не задумавшись о том, что любой автомобиль имеет абсолютно разные формы. И то, как исказится рисунок при оклейке этого автомобиля в этот дизайн, можно просто не учесть. По визуальной составляющей, как я уже сказал, у нас было ТЗ. Поэтому ничего сверхъестественного не было. Плюс это дизайн, который, по сути, перекликается с калином на серебряном виниле. Напечатали для того, чтобы... И сделали его матовым, кстати. На самом деле очень важно учитывать тот материал, на котором вы изначально печатаете. То есть, если бы это был белый глянец, такого бы эффекта отражения света не получилось бы. Так, друзья, как вы могли уже видеть в кадрах, которые были до этого по оклейке, клеился Solaris непосредственно в молнии. Но не просто такие, как были у Эрика. Потому как это конкурсная машина совместно с фитсервисом. Половины автомобиля у нас занимает фитсервис. На данный момент полностью вся часть дизайна заклеена. За исключением бампера, который, в свою очередь, будет черным. Поэтому, в принципе, нам остается не так много. Но, как я и говорил, основная фишка этого выпуска у нас заключается в салоне. Который вот сейчас выглядит вот так. Нам это все предстоит собрать. Нам это все предстоит подключить. Было бы, что подключать на Solaris, как говорится. Но, тем не менее. Вот здесь у нас будет карбон. Вот здесь у нас будет карбон. И вообще, в принципе, я так понимаю, это, наверное, один из самых дорогих Solaris. Потому что валено в него вообще не имеет. Помимо нас, в этом автомобиле участвовало еще огромное количество коллег. Это все происходило здесь. Они все приезжали, все устанавливали. И одну из этих фишек я вам сейчас покажу. У этой штуки вроде как еще должен меняться звук. Но то, что это Solaris, который звучит как какой-нибудь спорткар, уже как минимум прикольно. Напишите ваше мнение по этому поводу в комментариях. И смотрим ролик дальше. Друзья, ну что, мы заклеили Solaris. Мы, ну, заклеили это, ладно, это не интересно. А вот, что касается салона, мы пошили наш первый салон, друзья. Руль у нас был не первый, а вот салон первый. Ну, если не считать там ковши на Mercedes LE, здесь полноценный проект. Мы показали наши возможности. И сейчас покажем вам их подробнее, итоговый результат. Эрик уже приехал. И мы прямо сейчас идем выдавать ему машину. На ней реализовано еще очень много всяких разных фишек. И о них подробнее вот сейчас, в собранном виде, вы увидите буквально через несколько мгновений. Примените оружие. Ну! Так, звук какой! Так, сейчас мы музыку выключим, авторские права иначе. Слушай, по идее, по идее. Здорово! Нормально? Погоди! Стой! Феррари можно было завести, а одно и то же было бы. Кайф! Кэнди Шоу! Вот это ди... Ты видел? Ты видел собаку там? Охереть! Да ну нахер! Да ну нахер! Посмотри, какой салон! Руль мы сделали в твоих любимых традициях. Вообще! Мы сначала хотели сделать кожу с перфорацией, а потом поняли, что ты все свои рули шьешь в алькантару и решили тебе сделать тоже в алькантару. Кстати, в начале ролика обсуждали закатать всю тачку пятаком, но не стали делать, потому что ты все свои машины раздонировал. Мы такого еще точно не делали. Это первый Solaris, который в стенах Brooklyn's был оклеен. Я в шоке сейчас. Это очень круто. Я на ней реально ездить буду сейчас. У меня бака на 616 километров. Ну и крузак в охране. Там рассказывают, что нужно сделать, чтобы выиграть эту тачку. Быть подписан на Brooklyn's, приехать в любой фит-сервис, поменять масло в двигателе и фильтр. Причем купить масло и купить фильтр в фит-сервисе. А работу вам эту сделают бесплатно. Потому что фит-сервис дружит и Brooklyn's хорошие парни, и все, кто смотрит этот материал, они могут получить эту машину. 5 июня мы ее разыграем. Друзья, вот так вот сумбурно, вот так вот с кучей народа. Мы сейчас выдали проект, который для нас был реально трэшовым, но в хорошем смысле этого слова. Потому что Solaris мы еще не делали. Это был первый пошитый нами салон. Я надеюсь, он вам понравился. И на самом деле я надеюсь, что вам понравится тому, кто выиграет эту машину. Получилось очень круто, ярко и интересно. И я думаю, что дороже Solaris в России на данный момент нету. Нового Solaris, в который вложили миллион рублей, когда на нем еще нету 50 км пробега. Спасибо за то, что смотрели этот ролик. Спасибо за то, что подписаны на Brooklyn's detailing. А если не подписаны, то обязательно подпишитесь. Обязательно, немедленно. Ставьте лайки. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Пишите комментарии. И до скорых встреч. Не уходите. Не уходите, будьте здесь. Будьте на этом канале. Все. Один ролик посмотрел, заебался. Следующий щелкает. Сиди, пока нахуй красные глаза не будут. Да шучу. Пока. Какие вопросы? А там движения все. Вася, вот. Вот. Корейцы вещи делают. Вот. Вот шумка. Да? Очень прикольный звук. Вася. Ха-ха-ха-ха-ха. Вася, бля. Если бы кто-то еще любил так машины, как люблю их я. Мм? Эта девочка будет твоей, малыш. Вася.